Первая книга Царств повествует о пророке Самуиле, который оставил след в своем поколении, в своем народе. На нем было особое помазание, которое приносило изменения. Однако до его прихода была женщина, его мать, ее звали Анна, что означает «благодать». История его мамы описана в первой главе Первой книги Царств. Вдохновляю вас самостоятельно прочитать эту главу, но желаю поделиться некоторыми важными мыслями, которые меня коснулись и которые будут для вас благословением. Тема моего послания — рождение вдохновленной Богом молитвы. Несмотря на то, что Анну звали «благодать», все говорило о том, что в ее жизни отсутствует благодать. У нее была проблема. Она не имела детей и была бесплодна. Ее муж любил ее, он хорошо к ней относился и благословлял ее, но в то время в Израиле разрешалось многоженство. Данная ситуация представила собой огромную проблему, так как возникло соперничество между двумя женщинами — Анной и Фенанной. Они должны были находить общий язык, но происходило наоборот. Фенанна, у которой были дети и все необходимое для счастья, побуждала Анну к ропоту и делала все, чтобы Анна стала нелюбимой и несчастной женщиной. Однако Бог держит все под своим контролем. Анна, которая была благочестивой, богобоязненной, которая молилась ребенке, но не получала ответа, проходила долину, в которой Бог научил ее определенным вещам. Видите ли, когда вокруг нас порой стесненные, непонятные обстоятельства, есть предусмотренный богом путь, который позволяет нам понимать те вещи, которые мы иначе не могли бы понимать. Это происходит для того, чтобы мы могли усвоить важные для нашей жизни уроки и также для того, чтобы мы научились духовным принципам, подобно Анне, которая узнала важные для нее и для народа истины. Эти цели достигаются посредством сложного пути. Анна была очень одинока. Ее муж любил ее, но не понимал ее. Он сказал ей, не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Она также была одинока, потому что вторая жена не помогала ей. То есть Анна была изолирована в своем собственном доме. К тому же она была изолирована в духовном плане, потому что в доме Божьем был служитель, священник Ильей, который тоже не понимал ее и не помогал ей. Это глубокое одиночество способствовало тому, что Анна обратилась исключительно к Богу. Она зависела от Бога. Она пошла в дом Божий. Важно отметить, что это не было самым духовным местом, и об этом говорит Писание. Однако, когда отправляемся в дом Божий с определенным намерением, мы всегда что-то получаем. Анна была в правильном месте, молилась, прилежно и изливала свое сердце. Она не получила ответ сразу, но проявила настойчивость. Год за годом она молилась и просила у Господа. Библия уточняет, что Анна молилась в скорби души. Вы скажете, нельзя молиться в скорби? Это неправильно. Но она начала молиться со скорбью в душе. Она изливала свое сердце и все рассказала Господу. Она буквально сокрушилась перед Богом. Конечно, она не осталась в скорби души, но все же начала молиться в таком состоянии, чтобы опустошить свое сердце. Она знала, что Бог слышит, понимает и собирается вмешиваться. Во время молитвы, возможно, она думала о Боге Авраама, Исаака и Иакова, о Боге Израиле. Возможно, она сказала себе, ведь у Авраама тоже была проблема бесплодия. У Сары не рождались дети, но однажды появился Исаак. Затем она размышляла об Исааке. Ревекка тоже не могла иметь детей, тогда Исаак молился за Ревекку, и появились дети. Может быть, она подумала, если Бог это сделал для моих отцов, значит, Он может это сделать и для меня. Она взбодрилась, но все еще не было ребенка. Она еще настойчивее молилась. Она начала осознавать, что в этом молитвенном уединении что-то происходит. В ней рождалось новое измерение молитвы. Как мы читаем в первой главе, она обратилась к Господу Саваофу. Она понимала, что идет духовная борьба, которая превосходит ее. Она понимала, что не только она бесплодна. На самом деле, дом Божий бесплоден, земля бесплодна. Нет больше ни судей, ни пророков, ни плодов, ни побед. Не было духовного пробуждения. Она начала молиться за свою страну и за свой народ. Она осознала, что ее бесплодие — это на самом деле состояние ее народа. Ее молитва становилась все более глубокой. Она входила в покой и начала слушать Бога. Тогда произошло нечто прекрасное. Она сказала, если ты дашь мне сына, я буду так счастлива, буду подобна всем остальным женщинам в нашей стране. Если дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, чтобы он был благословением для моей страны, потому что моя страна нуждается в человеке, исполненном Духом Святым, в человеке, который имеет Божие помазание, Божию силу и который принесет изменения. Нужен человек, который будет играть решающую роль в будущем моей страны. Господь. Ребенок — это будущее, но я также думаю о будущем моей страны. Поэтому если ты дашь мне ребенка, я навсегда посвящу его тебе, Господь. Понимаете, такая молитва не могла появиться просто так. Эта молитва родилась в сердце Бога, перешла в дух Анны и совершала свой труд в ее сердце, в ее внутреннем человеке для того, чтобы стать молитвой, вдохновленной Богом. Эта молитва была наполнена силой и вызвала чудесный ответ, благодаря которому родился пророк Самуил. Самуил учился в Селоме, где жил священник Ильи. Ильи не был примерным учителем, но тем не менее Самуил проходил Божью школу и стал великим благословением и пророком для народа. Итак, благодаря страданию родилась молитва, вдохновленная Богом. Однако Бог всегда больше того, что мы можем дать им. Он намного щедрее, чем все наши даяния. В конце первой главы Писание говорит нам, что Анна родила многих других детей, которые радовали ее сердце, скрасили ее будни и стали большим благословением. Анна действительно была женщиной, которая распространяла и передавала Божью благодать. Она была молитвенницей. Ее молитва была услышана, чтобы она могла стать благословением для своей семьи. Конечно, но также для всего народа Израиля. Пусть эта история вдохновит вас полностью отдавать себя в руки Божии. Скажите ему, Господь, я принимаю все то, что происходит в моей душе, потому что есть уроки, которые я должен усвоить. Есть то, чему я должен научиться. Я знаю, что ты рядом. Я знаю, что ты не оставляешь меня. Я знаю, что результатом этого будет благо. Я благодарю тебя за то, что ты собираешься делать, так как ты держишь все под своим контролем. Я доверяю тебе всецело и полностью. Вдохновляю вас такой молитвой. Надеюсь, что это поможет вам. Держитесь за Господа. Он с вами. Он слышит вашу молитву.